Давайте теперь поговорим о второй части теоремы Леувини. Рассмотрим вот какую ситуацию. Вот у нас есть многообразие уровня МС. Оно может иметь разную топологическую структуру. И в частности бывают такие ситуации, когда оно компактно. В данном случае оно лежит в конечномерном пространстве, значит, замкнут, ограничен, очень компактно. И вот если это произошло, если нашлось набор констант, при которых МС компактно, то значит и в некоторой окрестности, точнее даже не оно само компактно, а более точная фраза такая. Пусть у вот этого многообразия уровня есть компактная, связанная компактная компонента. Связанные компоненты, которые являются компактными. Вообще-то мы видели на примере систем с одной степенью свободы, когда уровень интеграла энергии может принимать значение, одно и то же значение, в разных областях. Поэтому вот это МС может состоять из некоторого количества компонент, которые между собой не связаны, то есть которые нельзя соединить кривой, лежащей полностью на МС. Поэтому мы выделяем связанную компоненту, которая является компактной. И вот будем считать, что она и есть, вот эта самая МС, не отвлекаясь. Тогда при малом изменении вот этих вот параметров, естественно, в силу выполнения условий невырожденности, функциональной независимости интегралов, эта компактная компонента будет в некоторой окрестности значения вот этого константа этих самых первых интегралов. И вот утверждение, которое, оказывается, можно доказать. На самом деле, вот то, что сейчас я буду произносить, это было, в общем-то, известно довольно давно, но в такой вот формальном изложении оно было, наверное, впервые сделано Владимиром Игоревичем Арнольдом, и поэтому вот эта часть теоремы Леувилля иногда называют теоремой Леувилля Арнольда. И вот это как бы утверждение, это продолжение теоремы Леувилля. Давайте напишем здесь Леувилля Арнольд. Хотя, еще раз повторяю, в общем-то, эти вещи были известны, но они, в общем, излагались, может быть, не слишком, так сказать, формально. Леувилль Арнольд. Итак, пусть МС связаны компактные компоненты. Связаны компактные компоненты уровня. Связаны компактные компоненты уровня. И выполнены все вот эти вот условия теоремы Леувилля. То есть пусть выполнены все условия первой части теоремы Леувилля, и мы выделили связанную компактную компоненту на уровне вот этих вот самых первых интегралов. Тогда верно следующее. Тогда первое. МС оказывается является топологически н-мерным тором. Значит, МС есть ТН. Н-мерный тор. Ну, давайте вот здесь мы уже, собственно, можем вот тут место освободить и пояснить. Значит, н-мерный тор – это прямое произведение некоторого… Н одномерных окружностей. Ну, вот Т1 – это окружность просто… Ну, иногда его С1 обозначают. Значит, вот Т2 – это есть… Ну, мы что, давайте нарисуем картинку сначала. Вот, это есть прямое произведение С1 на С1. Ну, или Т1 на Т1, это неважно. Вот, ну и так далее. Значит, ТН – это прямое произведение С1. С1 и так далее. С1, не Н штук. Н штук. Вот что такое н-мерный тор в формальном изложении. Вот, ну, это как бы описание его топологической структуры. Итак, связанные компоненты, компактные компоненты уровня в этом случае являются н-мерным тором. Причем это не только для вот С0, но и в некоторой окрестности. Второе. В некоторой окрестности этого тора, в некоторой окрестности вот этого МС, ну, МС0, наверное, да, раз у нас исходно было МС0, в некоторой окрестности. Вот, давайте, наверное, проще всего это на окружностях пояснять. Вот у нас фазовое пространство имеет размерность 2. Вот, то есть Q1 и P1 только лишь здесь есть. Вот у нас один интеграл энергии в этом случае всего лишь нужен. Вот это его уровень. Представляет собой связанную компактную компоненту. Это, значит, топологическая окружность. Тогда можно, значит, выделить некоторую окрестность вот этой вот окружности, вот так вот, скажем. Эта окрестность, это будет не обязательно там, то есть не то, что не обязательно сфера. Вот тогда в некоторой окрестности вот этого МС0, вот этой вот МС0 существуют канонические координаты, которые принято обозначать так вот φ и И, которые называются «действие угол», в кавычках. «Угол действия», нет, вот φ – это угол, ну, обычно произносят в обратном порядке, значит, угол действия. Вот, то есть можно сделать такую каноническую замену переменных вот в этой окрестности, вот, в которой канонические переменные приобретут вот такой вот вид, и в этих переменных оказывается функция Гамильтона, значит, так существуют канонические координаты, в которых функция Гамильтона, я уж не буду писать вот h с волной, просто вот h имеет, зависит только от переменных действий. Ну, на самом деле мы потом чуть-чуть точнее определим переменные действия угол, там переход, видите, здесь же, так сказать, как бы нельзя выбрать координаты просто так вот в окружности, она не односвязная область, но можно сделать периодическую замену, вот, то есть так, что, ну, как бы угловая координата, вот этот φ, так сказать, на окружность, это вот координата, которая вот так вот охватывает эту окрестность, а действие – это вот как бы радиальная, так сказать, составляющая. Вот, и при переходе от координат, там, купе к координатам φ, и замена будет зависеть от вот этого φ, ну, функции замены будут зависеть периодически, то есть φ плюс 2π будет совпадать, точка, отвечающая значению φ и φ плюс 2π будут совпадать эти точки. Так вот, можно ввести такие координаты, в которых вот функция гемельтона будет зависеть только от И, вот, значит, И, ну, на самом деле, может быть, надо было даже второе, так вот, в которых Афи – это угловые координаты, угловые координаты вот на этом самом инвариантном торе, на ТН. Ну вот, если, давайте я нарешу здесь, это случай N равно 2, это вот тор размерности 2. Вот φ – это угловые координаты, ну, то есть, вот, значит, это же прямое произведение окружности, значит, вот эта угловая координата на одной окружности, вот эта угловая координата на другой окружности, вот это, скажем, φ1 вот так вот бегает, а вот в эту сторону – это φ2, например, да, это тоже будет там окружность, вот это прямое произведение окружности, φ2. Вот, то есть можно ввести такие канонические координаты, в которых вот φ, φ – это φ1, φ – это, значит, их n штук, значит, φ1 и так далее. φn – это угловые координаты на торе, вот, на этом самом ТН. И при этом функция Гамильтона на торе, она, естественно, будет принимать одно и то же значение на каждом из этих инвариантных торов, а вообще будет зависеть от переменных действий, которые будут, вот, их изменения будут, как бы, ортогонально, вот, сдвигу по тору. То есть, вот, когда по тору сдвигаемся, то и не меняется, а вот когда поперек, будет, как бы, поперек вот этих вот инвариантных торов. Значит, к чему, собственно, фактически, вот, это и есть добавочное утверждение, но его надо, как бы, дополнить комментарием следующим, что, когда Гамильтониан вот имеет вот такой вид, а φ – это угловые координаты на торе, то как же выглядит движение вот таких вот систем? Как выглядит движение вот такой вот системы? Ну, давайте напишем уравнение Гамильтона вот в этих вот переменных, как будут они выглядеть. Значит, и с точкой, это есть dh по dφ, то есть это будет, ну, вот это, как бы, отвечает координатам q, φ отвечает координатам q, а i, это действие, отвечает координатам p. Так вот, i с точкой, это должно было бы быть минус dh по dφ, вот, ну, поскольку оно не входит, это будет 0. А φ с точкой, это будет dh по d, то есть это, вот, принято так писать, это есть омега от i, где омега – это dh, ну, нехорошо здесь получилось, у нас один и тот же символ используется и для симпатической структуры, и для чистоты, вот это чистота, значит, dh по dI. Вот омега – это вектор омега-1 и так далее, омега-n в данных случаях, никакая ни форма, ни два форма, а это вектор, n-мерный вектор. Вот, и в этом случае решение о уравнении гометтона, какой приобретает вид, значит, ну, i равно, и 0 – это константа, то есть если движение началось на каком-то торе, то оно на нем и останется, а φ – это есть омега t плюс какое-то там φ нулевое. Вот, то есть углы меняются с постоянной, так сказать, угловой скоростью, ну, обычно рисуют вот на двумерном торе, давайте попробуем, не знаю, получится у меня или нет, вот, опять решуем вот этот вот двухмерный тор, и вот, собственно, омега-1, омега-2, вот наша система координат, это φ1 и φ2, вот здесь. Ну и вот эта траектория, если развернуть тор на плоскость, то это просто будет прямая, некая прямая какая-то, да, вот, ну, набор прямых под каким-то наклоном, вот. Тор является ведь, его можно развернуть на плоскость, ну, мы будем считать, значит, вот эти квадратики имеют размер 2π на плоскости, 2π на 2π, ну, и вот, если развернуть тор на плоскость, развертку сделать, то это будут прямые, а здесь это будут такие вот обматывающие тор, там, траектории, я уж плохо решу, вот, ну, что-то вот такое вот, вот, каждая траектория будет представлять собой такую вот, движущуюся вдоль тора или поперёк тора, это уже зависит от соотношения этих частот, этих омега, вот. Вот такое движение, вот оно называется условно-периодическое движение, условно-периодическое движение. Ну, почему условно? Потому что по каждой координате-то оно периодическое, да, вот угол φ1 меняется на 2π с одним и тем же периодом, 2π, делённый на омега, на омега-1, вот, но у каждой координаты период свой, вот, то есть, получается, смысл-то какой, что если у системы есть n первых интегралов, находящихся в инволюции, и если уровни, там, её компактны, ну, скажем, уровень энергии компактен, то тогда движение вот этой системы в каких-то координатах является условно-периодическим, а вот если у нас координаты, ну, так сказать, какие-то другие, то всё равно характер вот этой вот условно-периодичности можно увидеть. То есть, всегда любое движение таких систем, оно как бы вот такое многочастотное, и периодическое по каждой, как бы, компоненте своей. Вот, значит, надо что отметить в связи с этим, что вот под теорему Леувилля, да, вот такие системы, у которых есть интегралы в инволюции, там, независимые, нужного количества, вот, n штук, они называются системами интегрируемыми по Леувиллю или вполне интегрируемыми системами. Так вот, все классические задачи механики, ну, наверное, может быть, почти все, но я, пожалуй, не назову отклонения от этого правила. Так вот, все классические задачи механики, или задачи классической механики, решённые, проинтегрированные, они подпадают вот под действие вот этого теоремы. То есть, у всех у них нужное количество интегралов, находящихся в инволюции, можно обнаружить. Это задачи Кеплера о движении точки в неподвижной, в поле притяжения неподвижного притягивающего центра, задачи двух тел интегрируемые, задачи о движении волчка Эйлера, в случае Эйлера, когда сумма момента равна нулю, или задачи о движении волчка Лагранжа или Ковалевской. Во всех этих примерах всегда можно выделить нужное количество, ну, скажем, задачи о движении волчка Эйлера, там нужно три интеграла первых, потому что фазовое пространство шестимерное. Всегда это есть. И вот этот факт, что движение условно-периодическое, это очень важно, то есть, оказывается, во всех вот этих вот системах внутренний характер движения, он один и тот же. Ну вот, чтобы стало более, наверное, четким определение, или вот то, что здесь сформулировано в этой вот добавочной части, она у нас, да, мы ее оставим, конечно, без доказательства, оно, его полные варианты этого доказательства можно найти в книжке Арнольда «Математические методы классической механики». Ну, естественно, и в других книгах тоже потом это повторялось. Вот. Он, его доказательство опирается на такой замечательный топологический факт. Я сейчас его сформулирую, но уж не буду объяснять. Значит, Абелева, компактная Абелева группа Ли представляет собой мирный тор. Ну, в общем, ладно, не будем углубляться. Давайте лучше вот сформулируем, что такое переменные действия угол. Вот принято действие, ставить слово действие вперед, как бы переменные действия угол, но фактически это, вот, в обозначениях Q и P это вторая координата, вот. А в названии она фигурирует как первая. Переменные действия угол. Наверное, просто так проще произносить. Ну, не уверен. Переменные действия, это название действия, угол. Действие угол. Вот. Вот у нас были какие-то переменные Q и P, вот, и мы от них перешли к переменным действиям. Ну, вот переменные, ну, вот действие это I, угол это φ, а в целом это пара канонических переменных φI. Вот у нас есть зависимость Q от φI и P от φI. Вот, если у нас есть какая-то каноническая замена координат, которая удовлетворяет следующим свойствам. Во-первых, она должна быть периодической по φ. То есть, Q от... Ну, φ это вектор, поэтому тут, как обычно пишут, φ1 и так далее, φk плюс 2π. То есть, она 2π периодически по каждой своей компоненте. φk плюс 1 и так далее, φn, а здесь I равно Q от φ1 и так далее, φk... Плохо пишу, подождите, совсем никуда не годится. Совсем уж непонятно. Значит, Q от φ1 и так далее, φk, и так далее, φn, I. Ну, то есть, вот она периодично, замена периодично по φ, значит, в данном случае здесь по φк тому, ну, и то же самое для любого К. И то же самое касается P. Я уж не буду выписывать эти формулы. Вот, АК, любое, К равно 1 и так далее, N. Вот, это первое условие, то есть, оно должно быть 2π периодично, то есть, φ – это угловая координата, вот. Это как раз угловая координата. Каждая компонента φ – это координата на соответствующие окружности. φn, вот что такое φ. Вот, а мы же говорили, что тор – это вот прямое произведение окружности, вот каждое из них – это координата там, значит, φ1 и так далее, φn на этой окружности. Вот, поэтому замена должна быть периодическая. Вот, и второе условие, которое здесь требуется от этой замены, чтобы функция Гамильтона в новых переменных зависела только от этих вторых групп переменных, от переменных действий. Вот если удалось найти такую замену, то говорят, что удалось ввести переменные действия угол. Вот вторая часть теоремы Лью-Эль-Аржурда утверждает, что это всегда можно сделать. Но как отыскивается это, происходит поиск переменных действий угол? Теория там, мы уж не будем излагать, она требует некоторого времени. Так же, как и находится, примерно таким же методом, как и находится полный интеграл уравнения Гамильтона и Якова. Это метод разделения переменных, о нем я чуть позже еще скажу пару слов. То есть, если у нас функции Гамильтона, например, удалось две координаты, какие-нибудь Q1 и P1, например, отделить, то есть, если они присутствуют в виде некоторой функции Q1 и P1, а все остальное это Q2, Qn и P2, Pn, Q2 и так далее, Qn, P2 и так далее, Pn, то можно вот что сделать. Можно рассмотреть вот эту функцию F как функцию Гамильтона системы с одной степенью свободы, ну, если позволяют условия, то есть, если уровень ее энергии компактный, вот там, то тогда можно ввести переменные 10 в угол вот именно для вот этой вот системы с одной степенью свободы. А затем, если мы это введем, эти переменные, то потом уже, вот поскольку при заданном, ну, F уже будет первым интегралом тогда вот этой вот системы, это можно показать, вот, тогда здесь будет стоять константы этого интеграла, и у нас получится вот какая задача. Мы, значит, сделали, ввели переменные 10 в угол для первой группы, вот для этой отделившихся переменных Q1 и P1, и затем у нас получается задача определения или нахождения переменных 10 в угол для оставшихся, для оставшихся группы переменных, и там опять следует отыскивать вот такое вот отделение переменных, и продолжать, значит, в том же, в том же духе, вот, такой последовательный, последовательный поиск вот этих вот переменных 10 в угол. Ну, а для системы с одной степенью свободы при поиске переменных мы, значит, на что мы опираемся? Вот у нас фазовая кривая, вот эта Q1, P1, она замкнута, и мы знаем, что в переменных 10 в угол на вот этой вот фазовой кривой и константа, значение переменной 10, оно постоянное. А угол Фи меняется от, ну, если взять какую-то точку отсчета, ну, меняется на 2Пи, он меняется на 2Пи, вот. Вот, и если мы посмотрим на уравнение движения, вот здесь, вот, то мы можем, значит, увидеть, ну, в общем, одним словом, сейчас я напишу. Вот, смотрите, если мы, сейчас, как тут нам правильно это сформулировать? Вот у нас есть, сейчас, значит, PdQ, вот, сейчас, давайте, как нам тут по-правильному это... А, ну, да, вот у нас есть вот такой вот, помните, мы говорили об инварианте Пуанкаре, он записывался как вот такой интеграл, в данном случае по замкнутой траектории, PdQ. При канонических заменах, естественно, этот интеграл не меняется, он равен, в новых переменах это будет и dφ, вот, и dφ. Вот, вот, но когда, при этом, вот, в качестве гаммы, вот этой кривой, мы берем вот эту вот нашу фазовую кривую, вот эту гамма, по ней мы интегрируем гамма и гамма. Но вот этот вот интеграл, он ясен, какой, значит, на этой кривой и константы, ее можно вынести наружу, а φ меняется на 2Пи, то есть это равно 2Пи. Вот, поэтому если мы берем какую-то замкнутую фазовую кривую, то значение переменной действия для нее подсчитывается просто как и, это есть единица, деленная на 2Пи, интеграл от PdQ, вот от этой формы вдоль этой кривой. Но интеграл PdQ это площадь, кстати, вот, этой кривой, если вспомнить матанализ. И вот, смотрите, эта кривая, каждый кривой соответствует свое значение H, значение интеграла энергии, системы с одной степенью свободы. Поэтому на самом деле мы находим, вот, беря вот этот интеграл, мы находим значение I от H, находим вот эту вот функцию, вот такую, если мы будем интегрировать, ну, подставлять сюда реальные значения P, которые из интеграла энергии будем получать. Ну, вот, собственно, P на этой кривой, это есть функция значения интеграла энергии Q. Вот, ну, если там разбить на кусочки, там, на соответствующие. Так вот, если мы обратим вот эту функцию назад, перевернем, у нас получится уже H от I, значение интеграла энергии, как от, в зависимости от действия. То есть, фактически мы найдем уже сам, саму функцию Гамильтона H, это и есть как раз, вот, H маленькое, значение функции Гамильтона, ну, в данной точке фазового пространства. То есть, вот, пожалуйста, это вам уже способ, как найти функцию Гамильтона в переменных действиях угол. Ну, а, значит, переменный угол, можно, ну, там есть разные вариации, но одно из них, это, значит, следующее. Вот если бы у нас была производящая функция, значит, перехода к этим, значит, переменным действиям, именно здесь угол Анаба, у нас зависела от Фи и И, ой, не от Фи, а от Ку и И, виноват. Значит, 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 это функция вида, как у нас там раньше было, Ку, П большой, вот такого вида, производящего функции, вот, то здесь это, соответственно, Ку, это Ку, а П большое, это вот новое, это И, значит, Ку, запятая И, вот, будем рассматривать в таком виде, то тогда П, это есть Д, В, по Д, Ку, вот, в соответствии с использованием производящей функции, правда, я ее Дублево, а не ЕС обозначил, ну, ладно, в общем, Дублево – это производящая функция канонического преобразования. И вот смотрите, если мы двигаемся по вот этой фазовой кривой, то переменное действие И остается постоянным, поэтому ДП вот на этой самой кривой гамма, ДП, нет, не П, а сейчас, ну да, ДП, это есть Д, В, по Д, Ку, Д, Ку. Вот, собственно, изменение П, вот оно вот такое вот, ну, описывается вот этим вот, значит, переменным. Нет, пожалуй, нет, пожалуй, зря, не о том я лучше, нет, давайте лучше сразу напишем. Вот давайте напишем интеграл от П, Д, Ку, только уже не по всей кривой гаммы, а от какого-то начального значения до текущего, вот, вот так вот. Вот, и тут, значит, сейчас, как тут правильно это написать? Да, вот если мы возьмем, сейчас, подставим вот сюда вместо П вот это его значение, интеграл от Ку 0 до Ку, Д, В, по ДК, ДК, вот, то поскольку у нас И это постоянный параметр, который здесь не меняется, то на самом деле вот эта вот величина, этот интеграл, это есть значение этой функции, это разные значения в точке Ку минус В, Ку 0. Ну, здесь еще И присутствует, вот, но оно константа. Вот, и вот, интегрируя по этим фазовым кривым, мы можем найти вот эту вот производящую функцию, вот, значит, W от Ку и, и оттуда уже найти, значит, переменный угол, то есть, D, W, D, W, D, W, P, D, I, это как раз и есть вот этот наш переменный угол. Мы уж не будем углубляться, как бы, в подробный анализ всего этого, но вот просто схема отыскания переменных действий угол, она вот примерно вот основывается вот на таких соображениях. Вот, теперь, сейчас, ну, в соответствии с программой, собственно говоря, программы мы уже приближаемся к окончанию, и вот традиционно всегда в конце курса я делаю примечание к тому, что было прочитано. Дело в том, что во время изложения иногда бывают какие-то недочеты или что-то было пропущено, так сказать, то, что было обещано рассказать. Вот сейчас в течение, наверное, минут 10 мы еще поговорим о примечаниях к курсу. Вот, значит, и на этом курс наш будет завершен. Значит, что нам надо сказать? Вот на одной из лекций, на лекции, посвященной теореме Пуанкара о возвращении, я упоминал число Авагадра, ну, я его неправильно назвал, поэтому, чтобы исправить эту ситуацию, давайте мы укажем, что все-таки число Авагадра, оно примерно 6 на 10 в 23-й, а не то неправильное число, которое я там назвал. Вот, ну, это так, это, в общем, опечатка. А вот то, что на самом деле важно, вот когда мы рассматривали волчок Эйлера или случай Эйлера, я сказал, что в случае регулярной прецессии, то есть когда волчок Эйлера симметричный, мы более подробно о нем поговорим, когда будет рассмотрен случай Лагранжи. И потом как-то вот я не слишком точно это отметил. Итак, замечание, ну, как бы, или дополнение к тому, что было прочитано, вот давайте вспомним. Вот пусть у нас есть случай Эйлера, но вариант, когда два главных момента инерции совпадают, а, значит, третий момент инерции там не равен. В этом случае элипсоид инерции представляет собой поверхность вращения. Поверхность вращения, то есть АХ квадрат, там, нет, Х1 квадрат плюс АХ квадрат 2 плюс СХ квадрат 3 равно 1. Это вот элипсоид инерции. Он представляет собой поверхность вращения, и когда мы интерпретируем движение волчка Эйлера по Пуансо, у нас получается вот такая ситуация. Значит, вот есть кинетический момент К большой, я напоминаю, есть вот точка касания, есть некая плоскость П, неподвижная ортогональная кинетическому моменту плоскость П. Вот, и вот элипсоид инерции, он катится по беспроскальзу и по этой поверхности. Вот его главная ось, его главная ось, вот она, это третья ось инерции, отвечающая моменту С. Поскольку это тело вращения, то вот этот угол все время остается неизменным, ну, в силу симметрии вот этой вот ситуации. И вот если мы введем абсолютную систему координат так, чтобы ось Z была бы направлена, ну, сонаправлена с кинетическим моментом, тогда у нас получится, что вот этот угол между третьей осью, значит, главной осью, и, значит, вот, кинетическим моментом, это угол θ как раз, вот. Угол θ, третий угол Эйлера. И вот здесь, в силу симметрии этого элипсоида инерции, θ остается постоянным. Вот это константа. Вот. Когда мы рассматривали волчок Лагранжа, вот надо было как раз там об этом и сказать, мы получили две зависимости для других двух углов Эйлера, которые выглядели, я уж не буду их выписывать полностью, но два других угла Эйлера, это φ с точкой, сейчас, φ с точкой равно некоторая функция от θ, вот, и ψ с точкой оказалась тоже некоторая функция от θ. Вот. И когда у нас θ константа, то получается, что φ с точкой константа и ψ с точкой константа. Вот. А теперь давайте вспомним, значит, вот когда мы выводили кинематическое соотношение Эйлера, вот мы рисовали абсолютную систему координат, вот, это x, y, z у нас было, который мы здесь вот ввели, вот уже x, абсолютно, и систему координат, связанную с твёрдым телом. И тогда у нас угол θ, вот это был угол θ, это угол поворота вокруг вот этой линии узлов, мы её, по-моему, n обозначали, линии узлов. Вот. Угол ψ, это вот угол, при изменении которого происходит вращение вокруг оси z, поворот вокруг z, а φ, это поворот вокруг, значит, вокруг третьей оси, вокруг третьей оси, вот, значит, вот так вот, сейчас, нет, вокруг третьей оси, вот здесь вот, это φ, так сказать, поворачивается. Ну и вот мы там писали формулу, что угловая скорость вот нашего твёрдого тела, может быть, как описано, как ψ с точкой, умноженной на ez, вот, плюс θ с точкой, умноженной на единичный вектор вот этого вот линии узлов на n, и плюс φ с точкой, умноженной на третий направляющий вектор, на e3, мы его там, по-моему, так обозначали, то есть это третий вектор, неподвижный в твёрдом теле. Ну и вот в нашем случае, вот смотрите, что мы получаем из формул Волчка-Лагранжа, θ равно константе, значит, вот это слагаемое отсутствует. Из этих формул следует, что ψ с точкой константа, значит, вот эта вот компонента представляет собой постоянный вектор, компонента угловой скорости, а этот вектор постоянен в абсолютном пространстве, постоянен в абсолютном пространстве вот с точки константы и фис точкой тоже константа но е3 это вектор постоянный в твердом теле постоянный в твердом теле постоянно в твердом теле поэтому у нас и получается что в случае симметричного волчка эллера любое движение при любом его движении вот значит угловая скорость раскладывается на две компоненты на компоненту постоянную в абсолютном пространстве и компоненту постоянную в твердом теле а это и есть по определению регулярная прицессия вот вот это мне надо было произнести вот давайте хотя бы сейчас это значит произнесем вот и еще значит сейчас а да еще здесь вот раз уж мы рассказывали про вот это надо тоже надо было добавить свое время когда мы говорили об уравнении гамильтона якобы раз мы здесь описали схему построения переменных действий угол мы правда так не слишком подробно используя вот этот метод разделения переменных следует также отметить и метод разделения переменных при отыскании ну давайте здесь при отыскании полного уравнения гамильтона якобы это в общем-то практически метод наверное поэтому я и его что-то упустил когда рассказывал про уравнение гамильтона якобы ну напоминаю вот у нас уравнение гамильтона якобы это ds по dt есть h это уравнение в частных производных вот такого вот вида с это неизвестная функция здесь может быть вот и вот метод нахождение полного интеграла это уравнение пожалуй других методов кроме каких-то озарений это действительно метод который можно применять таска систематически это метод разделения переменных он как бы состоит из двух частей первая часть это если функция h не зависит от времени аж от только от q и p тогда полный интеграл уравнение гамильтона якобы можно искать ведь как можно искать то есть полных интегралов тут может быть не один а несколько вот можно искать в виде значит w равняется минус ht с минус ht плюс w от q и и ну от неизвестных нам вот этих вот параметров q альфа где h это некая функция какая-то которую мы будем выбирать из удобства наших наших из удобства задачи некая функция h вот а w это полный интеграл вот такого уравнения h от q d w по d q ситуация автономная поэтому время здесь не будет равно h то есть если мы вот напишем вот такое уравнение в частных производных и будем искать его полный интеграл вот это w ну то есть функцию который при каждом значении параметра дает решение вот этого уравнения и плюс еще выполняются условия невырожденности то есть матрица градиент по q значит если его еще продифференцировать по альфа вот получится как квадратно матрицы на вот она должна быть невыражена вот так вот можно искать и то есть можно в автономном случае как бы отделить время вот и второй факт что если у нас функция гамильтона уже в автономном давайте рассмотрим случай вот если у нас функции на самом деле это верно и даже в не автономном если функция гамильтона в ней отделяется какая-то к пара переменных например q1 p1 вот а дальше там все остальные переменные идут q2 там и так далее qn p2 и так далее пн вот то тогда во первых f является первым интегралом вот этой системы гамильтона а во вторых если мы найдем полный интеграл уравнение гамильтона якоби следующего вида но есть время еще может быть да наверно ds по dt ds по dt плюс f f от q только с уже такой давать с волной с 1 до с пускай волна будет ладно dd начинется здесь будет q и dq и ds под д значит будет q1 и ds под и q1 вот то есть это интеграл полный интеграл уравнение якоби системы с одной степени свободы то тогда можно искать полный интеграл исходного уравнения в полный интеграл с как функцию как полный интеграл вот это уравнение то есть как s с волной плюс s с двумя с волнами которая будет полным интегралом уравнения гамильтона якоби который имеет вид давайте ds двумя волнами там по dt здесь будет стоять h а вот тут вместо вот этой вот вот этой зависимости будет стоять и видео значение там я не знаю какой там f со звездочкой ну или альфа и со звездочкой это вот будет некий параметр ну зависит от альфа вот от остальных которые тоже потом был выбирать а здесь будет стоять p2 и так другу виноват q2 и так далее qn и давайте так напишу значит будут здесь такая группа переменных q2 так далее qn и ds с двумя волнами dq2 и так далее dqd с двумя волнами dqn вот то есть мы можем если переменные отделяются то можно задачу поиска полного интегралы гамильтона якоби понизить порядок этой задачи понизить число степени свободно на единицу вот там есть разные вариации вот этого метода отделения переменных это такая практическая вещь вот ну вот просто надо знать что такой метод есть вот он как раз и используется его идея этого метода используется при отыскании переменных действий угол вот ну вот пожалуй значит больше замечаний что-то я сейчас не упомню на этом наверно мы закончим наш курс